Деда Мороз 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 следим, в том числе и за ним. Я скажу так, когда Коля был у нас, у нас вообще не было к нему никаких претензий ни по работе, ни по игре. Как он отработал этот сезон, мы ему благодарны, все нормально. Другой вопрос, что не смогли договориться дальше, но это уже не совсем хоккей, это бизнес. А Кирилл Капризов, который сейчас показывает на мировом уровне успехи, удачно или приобретение? Довольны ли? Да, наверное, это может быть самое удачное приобретение. Мы очень довольны, безусловно. Тоже есть, конечно, определенные сложности, но мы довольны его прогрессом. А не боитесь, что с ним может получиться так же, как с Прохоркиным? Может, но я не боюсь. Отдадите? У него еще год контракта. Но, опять же, все зависит от ситуации. Может быть, там какое-нибудь... Может быть, будет такое предложение, которое мы просто повторить не сможем. Тут все зависит от ситуации. А с чем связана неудачная выездная серия Салават Вилаева? Кратино расслаблено? Есть, честно говоря, много причин. Вообще, спортивная форма подразумевает некую волнообразность. И, наверное, мы сейчас, мягко говоря, не на пике. Но я думаю, тренеры сейчас разберутся, внесут коррективы в тренировочный процесс. У нас там игрок новый сегодня приехал. Возможно, он там свежую кровь вольет. Ну, много причин. В частности, я все-таки, ну, как сказать, я не склонен объяснять неудачи, отсутствием игроков, травмами и так далее, и тому подобное. Но, откровенно говоря, Энквист, вот потеря Энквиста, это просто системообразующий игрок. С моей точки зрения, это вообще один из лучших центральных лиги. Лиги. Ну, когда он здоров. Ну, к сожалению, такая ситуация потом. Игорь Макаров очень хорошо влился в коллектив. И мы были очень довольны его игрой до конца сезона. Сергей Соин. Тоже там такая травма, что непонятно, чем это закончится. В феврале повторное обследование. Выйдет он в этом сезоне или не выйдет? Представляете, там два. Первый, второй, центральный. Команда теряет первого, второго, центрального. Ну, я, опять же, не в плане оправдания, а просто это объективная реальность. Ну, то есть можно сказать, что вы даже представить не могли, что получится вот такой октябрь, такой ноябрь, и вот то, что продолжается до сих пор. Я имею в виду травмы игроков. Ну, конечно, тут мы очень надеялись, откровенно говоря, что у нас Григоренко фактически только начал играть. Вот. И самое главное, что травмы такие экзотические. И, откровенно говоря, с такими вещами не сталкивался никогда, как вот там Григоренко, Энквист. Они в списке травмированных, и самое главное, что непонятно, когда выйдут. И вот Энквист вообще не вышел там, например. То есть, условно говоря, если человек сломал ногу, то понятно, есть четкие сроки, там, сколько кость срастается, там, например. Можно сказать, плюс-минус, там, ну, неделя прогнозировать его выход. А здесь такие травмы, что вообще непонятно, там, что будет, как. Сложно, конечно. Ну, а ведь в прошлый сезон, я имею в виду плей-офф в серии конкретно с Магниткой, тоже заканчивали, там, имея очень большие проблемы с составом. И сейчас вот сезон начался, и, ну, можно сказать, что он еще не только начался, и опять очень большие проблемы с составом. То есть, это как-то связано между собой? Я считаю, что не связано, потому что, что касается прошлого сезона с Магниткой, там понятно, там война, и уже плей-офф – это война, и, как там говорят, только мертвые не выходят. И люди же выходят играть с травмами, и они усугубляют травмы. И мы понимали, там, скажем, тот же Майоров, там, ему нужно было делать операцию. Ну, мы там проконсультировались, что там можно дотянуть до конца сезона? Можно. Дотянули. Проблема серьезная. Операция там и восстановление заняло очень много времени. То есть, скажем, Максим, у нас ведущий игрок, практически пропустил, не практически, а пропустил, предсезонную подготовку. Это же все влияет. Но мы умышленно шли на это. Там у Игоря Григоренко такая же ситуация. Он практически там с серьезными травмами играл, потому что это нужно было команде, и после сезона тоже сразу прооперировался, тоже пропустил предсезонку. Там, Энквист, травма. И я хочу сказать, что в конце сезона эти травмы были в некотором плане запланированные, что ли. То есть, мы понимали, что плей-офф, все брошено, так сказать, ради победы, и надо чем-то жертвовать, в том числе здоровьем. Это профессиональные хоккеисты, и мы понимали, что после окончания сезона у нас уже был план, так сказать, действий. Мы сразу ребят там прооперировали, там в хороших клиниках, в Европе, все. Но, к сожалению, восстановление заняло много времени. И получается еще проблема. Люди же не играют вместе, нету сыгранности, тренеры не могут составить звенья, те, которые они хотят. Плюс вот эти вот, нет, минус, то, что Капризов с Воробьевым постоянно в сборную уезжает. Но, например, я очень доволен, что у нас в этом году, вот сейчас молодежная сборная играет, у нас было 4 кандидата на поездку на чемпионат мира. Ну, двое попали, двое не попали, но все равно 4 человека. Я считаю, что это очень хороший показатель, причем, ну, понятно, там такие люди, как Капризов, там ясно, он как родился, так и был там. Но вы, один менеджер, были бы больше довольны, если бы они так и остались кандидатами, остались в команде? Не, не, это понятно, что это уровень, чтобы они играли. Я хочу сказать, что у Капризов было понятно, что он попадет в сборную. Воробьев тоже там прогнозировался очень высокая степень вероятности. А, например, Петрищев с Котлеровским, это вот, как я называю, вторая волна. Они, по идее, ну, не были на слуху, вот мы их недавно, так сказать, ну, подняли на этот более высокий уровень. Они сейчас очень хорошо играют. Я очень доволен их прогрессом, и они играют иногда в Салавате и Лайве, и много очень играют, и много игрового времени имеют в Таросе, что очень важно, все-таки с мужиками там играют в высшей лиге. Вот, поэтому я считаю, что у нас хороший резерв подрастает. Раз мы затронули Тарос, там есть игроки, которые показывают тоже результат, тот же Станислав Голованов. Нельзя ли приглядеться там, к игрокам, или они уже... Приглядеться можно. Мало того, что я практически на все матчи езжу, когда есть возможность, смотрю. Они на самом деле очень хорошо играют, и Игорь Волков, и Дубровский, и Голованов, но они хорошо играют на том уровне. И вот их можно, конечно, поднять там наверх, но здесь уже я не вижу смысла взрослыми игроками закрывать, так сказать, дырки в четвертом звене, там в третьем. То есть там уже молодежь должна играть. А что касается высшей лиги, они очень хорошо играют, и ту роль, которая им отведена, они выполняют очень хорошо, показывают пример своим отношениям молодежи, и наши молодые ребята, которые там играют, они вместе с ними растут. Ну и возвращаясь все-таки к теме травм, октябрь-ноябрь, черные месяцы для слова Тюлаева, это и Игорь Владимирович Захаркин говорил, и все-таки если главный тренер говорит о том, что команде не хватает игроков, это ведь в том числе и камень ваш огород, то есть как-то не рассчитали, игроков раз не хватает, а за комплектацию отвечайте. Понимаете, не хватает, это когда вот Медведчак, у них 16 человек, они выходят на поле, 16 человек, у нас в системе клуба 60 человек, не хватает, Игорь Владимирович имеет в виду, там, не хватает игроков определенной квалификации, вот Энквиста не хватает, ну нету таких людей, как Энквист, или там, как Григоренко, допустим, таких людей на самом деле не хватает, то есть если вот сейчас нам, например, добавить Энквиста, там, Макарова и Суина, допустим, представьте, неплохая тройка, так получается, то есть тут надо, ну, правильно понимать, что имеет в виду главный тренер, то есть не хватает игроков определенной квалификации, я вам военную тайну выдам, их в стране не хватает, не то, что в Салават-Елайве, поэтому понятное дело, что мы стараемся как-то компенсировать вот эти вот бреши, так сказать, вот там, в пожарном порядке подписываем игроков, ну, как можем, компенсируем. То есть Коротков, Мальцев, Паршин, это все в пожарном порядке подписывалось, и исходя только из ситуации, вот, не с самой широкой. Вот эти три человека, названные вами, там, в каждом случае своя ситуация. В пожарном порядке, я считаю, это вот Мертельт сейчас. Ну, это, если честно, со стороны вообще выглядело как жест отчаяния, то есть центральный нападающий, легионер, единственная позиция 25 декабря, там, несколько часов до завершения трансферного окна. Скажу честно, у нас был один кандидат, человек, который, с моей точки зрения, мог просто вот команду на другой уровень поднять. И мы до самого конца ждали. Но эта сделка, к сожалению, сорвалась. Из КХЛ? Из НХЛ. Из НХЛ. Просто фамилия Мертла, того же самого, она даже не мелькала ни где. Из медвежчика того же, там, рассматривали пары, например. Потому что, когда сорвались все сделки, тренеры приняли решение, что вот это тот человек, который нам нужен. То есть, не было такого, что подписать вот кого угодно, лишь бы подписать нас в ликвидерское место? Нет, я вообще категорически против вот таких вещей, но тренеры посчитали, что им нужен этот игрок. А вы успели договориться? Как это происходило? А я успел договориться. Так и происходило. По дороге в Торос я ехал на игру, у меня разрядился телефон, пока я его подписывал. Ну, расскажите, это же очень интересная история, наверняка. Ну, как, тренеры посмотрели и говорят, что вот мы хотим. Я говорю, ну, любой каприз. Звоню в Медвежчак, говорю, ребята, не хотите нам продать этого Мертла? А они, мне кажется, кого хочешь, продадут, хоть клубный автобус, лишь бы деньги платили. Вот. Ну, все. Нет, там проблема в другом. У них же там праздник. Рождество. Рождество. А это же, они же там вот капиталисты-то, они не как у нас, там праздник, там работа и вышел, там никто ее не смотрит, да? А у них все праздник. Все. То есть, я один раз там с генеральным менеджером там, одного клуба «Инхелл» там договорился, я говорю, когда встречаемся? Он говорит, он говорит, на ланче. А я говорю, во сколько? Он говорит, ну на ланче. То есть, ланч он в 12. То есть, у них не бывает там, что обед там в 2, в 3, в час, там, в 12. И у этих Рождество. Все. Мы до сих пор трансферную карту никак не оплатим. И самое главное, вот эти деньги за этого Мертла мы им должны. У нас уже истерика у бухгалтерии, а те никак счет не пришлют. Потому что у них Рождество. Им деньги, а у них Рождество. А про вратарей что скажете? Довольно ли? У болельщика, кстати, что делать со Светбергом? Есть ли возможность его куда-нибудь как-нибудь на него подействовать? Как его отправить? Ну, Игорь Владимирович считает, что есть. Там тренеры с ним общаются, занимаются, но на самом деле в моем понимании он действительно так играет, вот как это, ап-эн-даун. Либо очень хорошо, либо там с ошибками. но откровенно говоря в плей-офф он сыграл хорошо. И он вообще так сказать в его карьере лучшие матчи в плей-офф он проводит всегда. Поэтому, конечно, мы надеемся, что к плей-офф он подойдет в хорошей форме. Покажет. Но может у него тоже Рождество? Да? Ну он не предупредил, тогда предупреждать хотя бы надо. И опять же незадолго до 25-го декабря, то есть до завершения всех трансферных дел говорили о том, что Гордецкий, например, может приехать в Уфу. Там еще несколько игроков называлось. Сейчас же, наверное, можно назвать имена тех, кто мог появиться в Уфе? Ну вот имена называть я не вижу никакого смысла. Но я хочу просто сказать, что вот ну, чтобы болельщики понимали, вот как проходит этот процесс. Вот есть игрок какой-нибудь там Иванов. Хотим Иванова? Что он подходит? Подходит. Как игрок устраивает? Устраивает. Дальше начинается второй вопрос. Иванов-то сам хочет, нет? Иванов, ты хочешь к нам? Да, хочу. Так, уже хорошо. Дальше команда, какой-нибудь там метеор. эй, ребят, вы отпустите Иванова? Отпустим, но за 100 рублей, а за 50, нет. Ну и начинаются вот эти вот все дела. Или этот метеор там условно говорит, не отпустим ни за какие деньги. Мы говорим, эй, ребят, зачем вам это надо? Вы все равно в плей-офф не попадаете, вы деньги теряете. Нет, не отпустим. Ну и поэтому тут надо, а Медвежчак, например, с удовольствием, может вы еще этого возьмете у нас, вот и этого, мы продадим сейчас. То есть, понимаете, у всех с одной стороны свои приоритеты у клубов и у игроков и там и так далее, а с другой стороны ну нужно понимать, что можно было бы взять этого, можно было бы, если бы его кто-нибудь отдал. Хорошо, у нас на носу Новый год, оставим пока работу в сторонке. Расскажите, где вы будете встречать Новый год? Понятно, что у вас там сразу начинаются тренировки, игры уже. По регламенту мы должны на три дня ребят отпустить выходные, а второго числа мы улетаем в Нижнекамск. А лично вы что будете делать? Я? Ну, слетаю, наверное, в Москву. Поработать или отдохнуть все-таки наконец? А мне уже, у меня уже особой работы нету, потому что трансферное окно закрыто, вся вот эта паника закончена, сейчас такая спокойная, полномерная работа, которая не требует особого напряжения в новогоднюю дочь. Вот опять вернулись к работе, но все-таки расскажите, вот как Леонид Вайсвельт встречает Новый год? Новый год или работа? Новый год, Новый год. Ну, прилечу в Москву, там будет день-два, посмотрю, какие вообще... Бывает же как, я... Когда прилетаешь домой, нужно там за один день или за два сделать дела, которые нормальные люди делают два или три месяца. Ну и начинается эта вся суета. Ну вообще обязательно в баню пойду. Главное в Питер не улететь. То есть елка уже наряжена, оливье готово, все ждет, вы приедете. Я надеюсь. Подарки, наверное, близким уже. Да. А какие подарки вы дарите обычно? Самый главный подарок, что я сам приеду. Ну а может вам какой-то необычный подарок дарили? На Новый год? Вообще, да. На Новый год. За всю жизнь. Ну, вы меня прям в тупик поставили. Так вот сразу вспомнить. Бриллиантовый свисток, например. Ну, лошадь, например. Нет, что-то такого необычного правда не вспомню. То есть у нас еще есть возможность все тривиально и обычно. У телезрителей прислать вам какой-нибудь необычный подарок. Ну. В следующем программе вы могли запрашивать. Вообще эти, как сказать, сюрпризы тоже не всегда хорошо. То есть вы любите, чтобы все было спокойно и по плану. По системе. Мне больше так нравится. Хорошего игрока какого-нибудь подгонят. Эти болезщики? Да. Подгонят. Подгонят это хорошее слово сейчас. Мне понравилось. Ну, хорошо, рассмотрим. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам. С наступающим вас Новым годом. Спасибо большое. Спасибо вам и вас с Новым годом. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова